инжир может расти и в вашем огороде дерево турецкое южное но не капризная говорят что именно это дерево человечество одомашнего первым если сами плоды вы конечно же видели на рынке и турецкие крупные наши местные мелкие то само дерево мало кто знает как выглядит и как и положено экзотическому растению него резные ажурные листья и плоды у нас вот такие вот кругленькие сортов у инжира много но как говорят знатоки сочный и сладкий вкус у темно-фиолетового сорта такой созревает концу лета они считаются и самыми полезными правда на нашем рынке стоимость такого плода из турции в пять раз выше местного как только инжир приобретает мягкую достаточно упругую такую консистенцию внутри вы понимаете что он спел и его можно пробовать давайте посмотрим что внутри инжир опыляют фиговые осы они пролезают внутрь соплоде и к сожалению там погибают но фермент плода расщепляет останки насекомого превращая его в часть инжира есть такой плод подозрительно но вреда это не приносит а в специальном садовом инжире насекомых и вовсе нет их опыляют искусственно похож кстати на турецкий потому что дерево достаточно давно растет оно культурное можно так сказать и поэтому плоды у него крупные а значит они медовые и подходят кстати для приготовления великолепного пирога или даже брускет который мы вам показывали в инжире рекордное количество пищевых волокон фрукт выводит токсины обладает антиоксидантными свойствами знаете что свежий инжир менее калорийный в пять раз примерно чем сушеный но сушеный это некая замена конфет так сказать биоэко полезные конфеты для тех кто на диете но если решили все-таки лакомиться свежими плодами то знаете что не больше 150 грамм это безопасная средняя норма для здорового человека а